Девушки отдыхают А это хорошо или это плохо? И кажется, что ну и сойдет, и так можно, и так. Нет, нельзя. Человеку, чтобы оставаться человеком, надо делать выбор. Делать, решать, где ты, что ты, с кем ты. Галина Копылова и Александр Волосянко за ходом спектакля следят не из зрительного зала. Режиссеры и сами заняты в постановке. Несколько лет назад пьесу «В добрый час» ставили со своими студентами в Институте искусств. А чтобы как можно больше зрителей увидели этот спектакль, артисты решили перенести его на сцену Театра молодежи. К слову, и сегодня три роли здесь исполняют студенты театрального факультета. Это первая моя большая работа на сцене профессионального театра. И, конечно же, большой-большой мандраж. Я очень сильно волновался и очень тщательно готовлюсь к этому. Я вспоминаю то, чему меня учили, то, что я уже знаю и заведомо то, чего я пока еще не знаю. Артист Владимир Мунько признается, хоть уже и работал в дипломном спектакле в образе этого же такого близкого ему по духу героя, при подготовке к обновленной постановке столкнулся с некоторыми сложностями. 50-х годов. А здесь мы решили немного осовременить. И все-таки я уже был в том материале, и мне нужно было сейчас перескочить немного все это по-другому, пересмотреть, как-то по-другому оценить. В добрый час – это история вне времени. Добрая комедия – словно нужный совет не только юным зрителям, но и их родителям, бабушкам и дедушкам. В ней нет второстепенных ролей. Наверное, потому, что в каждом герое зритель может узнать себя. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на восьмом.